Производство компьютерной компании Микробит В апреле 1971 года фирма IBM представила первую модель компьютера для массового пользователя. Это было начало. О сетях локальных. Нам, как всегда, помогает специалист компании СВЕГА Плюс Николай Зазерский. Привет, Николай. Привет, Володя. Для начала расскажи зрителям, зачем вообще нужна компьютерная сеть. Володя, если возникает необходимость обмениваться информацией между компьютерами, то в ряде случаев можно обойтись простыми дискетами или, скажем, их более емкими собратьями, например, переносными накопителями данных ZIF. Если необходимость в обмене данными возникает достаточно редко, то так и поступают. Но существуют задачи, в которых обмен данными не прекращается ни на мгновение. Например, в компьютерных играх типа Quake Arena, когда ты играешь с другом, обмен информацией идет постоянно. В подобных случаях и строят компьютерную сеть. Хорошо. Если в упомянутый Quake играет два человека, ну, главный по играм со своим соседом, какая должна быть сеть? Если участников всего двое, то все достаточно просто. Надо установить в каждый из компьютеров по одной сетевой карте. Сетевая карта чем-то напоминает привычный модель. Но для того, чтобы осуществить через него связь, телефонная линия не нужна. Понадобится специальный провод. Зато скорость передачи данных будет в тысячи раз выше, чем по модему. Кроме того, телефон будет свободен, а связь будет постоянная. Так что для компьютеров, удаленных друг от друга на расстояние в сотню метров, как в случае с главным по играм, такое решение будет идеальным. Здорово. А стоить это будет дорого? Сетевая оплата приличного, но недорогого производителя. Например, фирмы D-Link, модель DFI 538, обойдется рублей в 400. Разъемы их понадобится парочка. Рублей за 10 за штуку. Ну и кабель. 20 метров будет стоить 150 рублей. И так, значит, главному по играм с его соседом это обойдется менее, чем в тысячу рублей. Целое море удовольствия за такие деньги. Ай-яй-яй-яй-яй. А, Николай, допустим, к ним захочет присоединиться еще один такой же. Ну, втроем же интереснее, наверное. Если в сеть объединяется более двух человек, то понадобится дополнительное устройство HUB. Внешне это небольшая коробочка с несколькими гнездами для подключения всех участников сети. Предвижу твой вопрос о цене. Если HUB рассчитан на подключение пяти человек, например, D-Link DE805TP, то это обойдется всего в 900 рублей на всех, или 180 рублей на человека. Основная сложность во всем этом – прокладка кабеля. Материальные затраты небольшие. Кстати, о прокладке кабеля у меня друг через дорогу живет. В доме напротив, тоже с компьютером. Николай, а вот через проспект кабель не очень-то протянешь. Выход есть? Выход всегда есть. Например, можно построить сеть, используя в качестве канала передачи данных не медный провод, а радиоканал. Такое оборудование уже появилось. Но более подробно предлагаю рассмотреть его в следующей передаче. Ну что же, огромное спасибо.